Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас в нашей передаче «Твоя книгарня». Сегодня мы опять расскажем о новинках литературы. Начнем с самых маленьких. Для детишек от года до 4 лет издательство «Оникс» предлагает библиотеку домашнего чтения. Эта библиотека замечательна тем, что она будет сопровождать вашего ребенка с самого рождения до школы. Замечательные сборники предлагают нашим детям сказки, потешки, загадки. И замечательные иллюстрированные книги помогут нашим детям провести время с пользой, с интересом, познакомиться с золотым фондом детской литературы. И самое главное, в одной книге собраны все необходимые произведения, с которых мы все начинали детство, которые и сегодня нашим детям будут интересны, именно в этих сборниках вы найдете всех главных героев, о которых потом пойдет речь в мультиках, раскрасках, в песенках, загадках. Именно эти произведения будут основой для развития речи вашего малыша. Когда мы закончим читать эту книгу, на смену спешит уже следующий сборник. И очень приятно, что издатели продолжили эту серию прямо до школы, потому что дети, привыкнув к замечательному изданию, с любовью будут относиться к процессу чтения. Им эта книга поможет также и как сборник по внеклассному чтению, потому что здесь у нас те рассказы, которые нам будут встречаться и в школьной программе, такие как «Филиппок», «Светик», «Семицветик» и даже такие задания, как выучить стихотворение к Новому году или какому-то весеннему празднику. Вы с легкостью справитесь с этим заданием, потому что именно в этих хрестоматиях вы найдете все необходимые стихотворения на все праздники целый круглый год. Читайте, наша хрестоматия будет основой вашего формирования, любви чтения вашего ребенка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну а после того, когда мы с ребенком почитали, конечно, нашим детям-непоседам хочется дальше двигаться и, конечно, рисовать. Замечательная серия издательства Махаон «Школа почемочек» предлагает широкий выбор интересных развивающих книжек, альбомов, потому что данное пособие предлагает научить вашего ребенка рисовать, например, диких животных. Мы все с вами когда-то хотели хорошо рисовать, не у всех это получилось, но благодаря такому пособию вначале вы дадите понятие своему ребенку, чем акварель отличается от гуаши, карандаши, обычные отличаются от мелковых карандашей. И после этого у нас дается подробная пошаговая инструкция, как мы можем нарисовать любого животного. В данном сборнике объединены рисунки диких животных. Медвежонок, зайка, ежик, олень, енот, барсук, белка, лев и даже пингвин. Вот такие смешные животные поселятся в альбоме вашего ребенка и, возможно, будут первым шагом к тому, чтобы стать замечательным художником. А после того, когда мы с вами порисовали, или, конечно же, мы с вами можем уже заняться математикой. А также в этой серии у нас выходят, вышли сборники по тренировке памяти и внимания. Изучаем форму и цвет, развиваем мелкую моторику, пальчиковые игры, рисуем пальчиками, рисуем диких, морских животных, домашних, рисуем транспорт, английская азбука, украинская азбука и мои первые слова на английском языке. Эта серия новая, поэтому она будет иметь продолжение. Но все книжки, рабочие тетради отличаются яркостью, хорошим методическим содержанием. И самое главное, вашим детям будет очень интересно по ней заниматься, потому что здесь мы не только должны подсчитать, посчитать. Здесь у нас есть такая волшебная страничка с нашими наклейками. Дети с удовольствием работают с теми альбомами, где они сами могут интерактивно участвовать в изучении, поэтому для облегчения заданий вам даже на определенном блоке подписана страница, на которую вы должны нанести эти наклеечки. Таким образом, решая примерчики по данным пособиям, ребенок, наклеивая наклейки, лучше запоминает, потому что у него в процесс мышления подключается еще и мелкая моторика руки, поэтому у него лучше происходит процесс запоминания. И самое главное, что он не устает и всегда с интересом и любовью будет заниматься. А те книжки, в которых ребенок что-то вклеил или нарисовал, он их всегда бережет, не хочет с ними расставаться. Таким образом, мы еще формируем и не только творческий подход, но и еще любовь к книгам. Поэтому данная серия ждет вас в наших магазинах. Она представлена издательством на русском и на украинском языке. Вы хотите, чтобы ваши дети выросли культурными людьми, чтобы они интересовались и в последующей жизни искусством? Именно для этой цели нам издательство «Ранок» предлагает пазлы. Серия искусства – пазлы. Эти пазлы мы предлагаем не просто для детей. Это пазлы для семейного времяпровождения. Мы видим, что в каждый набор входит 6 картин. Серов, Воснецов, Брюлов, Шишкин, Леонардо да Винчи и многие другие художники появятся на вашем рабочем столе у вас в зале, в игровой комнате. И вы вместе с ребенком можете познакомиться и запомнить ребенок навсегда. Не только название картины, не только действующих лиц картины, но также он навсегда запомнит этого художника. По ходу собирания пазлов вы можете рассказать о различных техниках исполнения картины. Вы можете рассказать историю создания картины. Вы можете показать ребенку, как много в одной картине можно увидеть и с точки зрения истории какого-то времени, с точки зрения культуры. Что картина, которая, например, показывает нам внешний облик маленькой принцессы, уже говорит о том, в каком времени она жила, какие были обычаи, как раньше одевались люди. То есть мы можем открыть такую страничку в культурную жизнь вашего ребенка. Поэтому данные пазлы будут хорошим времяпровождением для всей вашей семьи. Они будут объединять вас, потому что это будет такой общий труд создания замечательной картины. И поверьте вам, эту картину не захочется потом разбирать. Зачастую она потом наклеивается на такой лист, для того, чтобы можно было еще раз пересмотреть и обратиться к нему как действительно к произведению уже вашего совместного искусства. Приходите к нам за пазлами искусства. Эта серия имеет продолжение. Поэтому, возможно, ваши любимые картины вы найдете именно в этих пазлах. А для тех, кто любит создавать произведения искусства своими руками, не только в виде пазлов, но имеет еще большой творческий потенциал, мы предлагаем замечательную книгу «Большая книга поделок». Это издательство «Питер» предлагает нашим малышам и не только малышам такую книгу, в которой мы сможем работать с вами по направлениям. Например, рисунки. Как создавать эти рисунки? Здесь уже идет более глубокая информация. То есть вы можете посмотреть, как мы рисуем лица, как мы уже переходим к более таким большим формам. Люди и позы. Зверушки. После того, когда мы получили общую информацию, мы уже переходим по направлениям. Вот живопись и картины. Как создаются эти картины. То есть эта книга включает в себя и энциклопедию, потому что она дает такие хорошие знания. Причем эти знания в небольшом объеме, потому что эта книга рассчитана на возраст от 5 до 10 лет. Именно та информация, которая является наиболее актуальной, и она легко воспримется ребенком, и сразу будет им использоваться в работе. Здесь мы поэтапно тоже можем создавать различными техниками интересные картины. После этого мы можем познакомиться с мировым искусством. Мы можем познакомиться с различными техниками. Мозаика. Как эта мозаика использовалась в искусстве аборигенов Австралии. Австралии, кельтская культура, Индонезия, Мексика, искусство древнего мира, римский стиль и многие другие страны. Вы ознакомитесь с искусством этих стран в этой небольшой, но очень полезной энциклопедии. И самое главное, каждую технику ваш ребенок сможет попробовать. Именно благодаря этой книге, возможно, ребенок найдет для себя то направление искусства, которое ему наиболее близко и наиболее интересно. Последний раздел знакомит нас уже с созданием коллажей и с работой из различных материалов. Из кожи, из материи, из соломки. Скульптура из природных материалов. Из различных мы можем создавать океанические сценки. Спецэффекты. Это и очень многие другие секреты хранит в себе эта книга. Эта книга может быть полезна не только родителям, а также и педагогам, преподавателям для проведения досуга в различных развивающих центрах. И послужит хорошим подарком как детям, так и взрослым. Потому что сейчас очень многие взрослые обращаются именно к творческому началу. Если вы хотите развиваться, то нам необходимо развиваться не только в профессиональном плане, но необходимо в себе открывать и творческую энергию. Потому что гармонично развивающаяся личность всегда достигает больших успехов. Мы обращаемся к детям и взрослым. Приходите за этой книгой, она вам очень-очень понравится. А для читателей постарше, для детей в возрасте от 9 до 13 лет, мы хотим сообщить, что вас ожидает встреча с замечательным автором Джани Радари, замечательной его сказочной повестью «Приключения Чиполина». Эту книгу любят очень много поколений. Начиная от наших бабушек, они ее читали, заканчивая современными детьми. Потому что эта книга рассказывает о дружбе, о взаимовыручке. Здесь очень много персонажей, как хороших, так и плохих. Идет борьба добра со злом. И эта книга издана в очень хорошем стиле и замечательно иллюстрирована. Красивые иллюстрации познакомят нас с приключениями Чиполина, которые всегда попадают в какие-то истории, но благодаря своей дружной команде всегда выходит победителем. Поэтому всем любителям Чиполина, а также, кто еще не прочитал эту книгу, мы приглашаем. Эта книга у нас предлагается нашим читателям как на русском, так и на украинском языке. А для взрослых читателей у нас есть замечательный автор. Это Фрэнсис Котт Фитджеральд. Одно из его великих произведений, одно из самых известных произведений, это Великий Гэтсби. Это произведение недавно было экранизировано, и картина эта прошла с большим успехом. Но, безусловно, каждый культурный человек должен знать именно литературную основу произведения. Поэтому мы приглашаем вас познакомиться с этим произведением, прочитать первоисточник для того, чтобы иметь представление о том, как на самом деле Фитджеральд преподносил эту историю. А для любителей Фитджеральда мы хотим сообщить, что на сегодня у нас уже появились две замечательные книги, которые впервые изданы на русском языке. Так как раньше любители Фитджеральда могли познакомиться более широко с его творчеством только на английском языке, на сегодня у нас есть возможность почитать Фитджеральда на русском языке. Фитджеральд стоит особняком в литературе, так как он является мастером тонкого психологизма, и его творчество имело большое влияние на всю литературу XX века. Поэтому, безусловно, он был мастером не только больших форм, но он был мастером также и малых форм, то есть мастером рассказов. Сборник «Новые мелодии печальных оркестров» – это дюжина прекрасных рассказов. Рассказов одни веселые, другие грустные, смешные, но все великолепно написаны. Поэтому для того, чтобы познакомиться более широко с его творчеством, мы предлагаем прочитать этот замечательный сборник. Следующий сборник его рассказов – «Успешное покорение мира». Это также сборник рассказов, но здесь рассказы о трех молодых людях – Базили, Джозефини и Гвен. Эти молодые люди расстаются с детством и спешат покорить мир. Какие приключения и события ждут их, мы сможем узнать, прочитав этот замечательный сборник. Приходите к нам за детской и взрослой литературой, читайте, будьте успешны. Мы ждем вас. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова